Я думаю, что через 200 лет человечество будет размножаться исключительно методом ЭКО. Структура человечества и человеческой семьи будет совершенно иной. Мне видится, что эволюция человеческого общества идет по пути эволюции общественных насекомых, таких как пчелы или муравьи, когда большая часть населения муравьев, например, это бесплодные особи, которые занимаются какими-то общественными работами, в том числе и управлением обществом. Например, в семье пчелы матка, царица, она ничем не управляет. Это, скажем так, живой инкубатор по рождению личинок, откладыванию яиц. Управляют некий совет старейшим, некий коллектив опытных рабочих пчел. Я думаю, что нечто подобное ждет и человеческое общество. Люди будут заниматься чем-то, а деторождением будет посвящено отдельные какие-то структуры, институты, некие институты общества, где будут появляться новые люди. Это будет возможно после того, как будет создана искусственная матка, когда уже не потребуется вынашивать человека женщине. Тогда будут создаваться определенные люди, выращиваться. Это будут люди, я думаю, что небольшое будет разнообразие генотипов, фенотипов. Может быть, около 200 видов людей. Какие-то определенные люди для выполнения таких-то работ, определенные люди для таких-то работ, для таких-то работ. Все они будут лишены генетических мутаций, болезней, они все будут здоровы. Не то, что все будут одинаковы, но разнообразие будет очень маленькое. И вот они будут поддерживать вот это общество. Мне видится это так. Продолжение следует...